Шесть лет назад в Краснознаменске был запущен проект «Игры нашего двора». Проект оказался очень успешным и быстро стал городским. А теперь уже вышел и за пределы Краснознаменской, хорошо знаком жителям Одинцовского округа. С какой целью он создавался, в чем секрет успеха проекта и действительно ли он помогает наладить отношения между родителями и детьми. Об этом и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. Сегодня в нашей студии организатор проекта Виталий Кузьмин и президент родительского сообщества Одинцовского округа Мариана Кристалинская. Здравствуйте! Жень, здравствуйте! Добрый день! Очень приятно вас видеть сегодня в нашей студии. А я напоминаю телезрителям, я уверена, что у них много вопросов. Для этого у нас есть телефон 8495 508 86 84. Звоните. Ну а если звонить, к примеру, вы не хотите, вы можете оставить свой комментарий в Инстаграм. Обязательно все прочитаю и вопросы, которые у вас появятся, я задам. И, Виталий, расскажите, пожалуйста, с чего, собственно, проект начинался? И вот в чем же все-таки секрет его успеха? Почему он так быстро вышел за предел не только вашего двора, но и Краснознаменского? Ну, первый мероприятие проекта «Игры нашего двора» провели мы 8 августа 2015 года. Соответственно, у нас уже будет 7 лет этим летом. Родилась идея для того, чтобы немножечко оторвать наших детей от гаджетов. Потому что их жизнь, она протекает. Вот если вдруг ребенок ежедневно играет в гаджет, он изо дня в день видит примерно похожую картинку, игры похожие, ему нравятся, и он использует только их. Соответственно, у него ничего не остается в памяти. Мы хотели бы показать небольшую альтернативу, что интересные игры есть не только на компьютере. Первое мероприятие у нас такое было больше спортивное. Ну, конечно же, используемо всех классических игр. Классики, скакалочки, резиночки, там, ну, всевозможные. Ну, в то же время у нас и был и бокс, и армрестлинг, и даже у нас такой тренажер был с бандитарками. И мы самые первые идеи, которые хотели бы утвердить в проекте, начали с этого, что родители должны больше участвовать в жизни собственных детей. Не только привести на мероприятие, аниматор там с ним играет, а родители занимаются своим делом. Нет, обязательно родители должны включаться во все мероприятия. Например, если их дети перетягивают канаты, то это начинается микс, там, мамы за мальчиков, например, папа за девочек. Ну, и, соответственно, чтобы это было общесемейное мероприятие, которое может остаться в памяти у детей на всю жизнь. Потому что большое количество мероприятий, игр дети посетить не могут физически в жизни. Конечно же, гаджет занимает гораздо больше времени. Но гаджет это будет серым фоном, а яркими пятнами будут как раз наши мероприятия. И, наверное, 2 или 3 года проект рос внутри Краснознамецка, потому что мы должны были понять, в какие игры наши дети, современные дети хотят играть, в какие игры готовы современные родители с нашими детьми играть. Вот, когда это все состыковалось, нам хотелось, конечно же, эту радость дарить детям как можно большего количества. На данный момент проект уже вырос, наверное, уже многие знают, в 16 населенных пунктах Московской области. Это 5 городских округов – Одинцовский, Можайский, Русский, Нарафаминский и городской округ Краснознамецк. На самом деле, актуальность могу подтвердить. Буквально вчера была в Московском театре достаточно известна, шел спектакль «Евгений Онегин». Впереди сидел какой-то класс, ну, достаточно взрослые дети. И, к сожалению, вот все второе действие – дети просидели в телефонах стопроцентно. Одна девочка весь спектакль провела в своем телефоне. Вот насколько это сложная задача? Марьяна, вы, как главная родительница Одинцовского округа, по вашему мнению, насколько тяжело отличь современных детей от гаджетов? Вот насколько амбициозную задачу поставил перед собой Виталий? И перед другими родителями тоже получается так. Вы знаете, Жень, я думаю, что эта проблема, конечно, беспокоит каждого родителя. И каждый раз мы, наверное, тяжело вздыхаем, когда видим, что наш ребенок, например, не увлечен какой-то книгой интересной или какой-то творческой работой, да, сидит в телефоне. Безусловно, наша реальность такова, мы должны это принимать, что действительно, так скажем, да, цифровизация несет свои плюсы какие-то, да, но и минусы в том числе. И, безусловно, интерес детей в гаджетах, он понятен. Но я вам могу сказать, что, опять-таки, когда ребенка что-то захватывает, что-то очень интересное, на мой взгляд, он легко откладывает, да, там компьютер или телефон или планшет и занимается тем, чем ему интересно. Поэтому могу сказать, что все мероприятия, которые Виталий проводит, и мы активно поддерживаем, тоже участвуем в таких праздниках, наглядно показывают, что ни один ребенок не стоит рядом с телефоном, да, что-то там играет или с кем-то переписывается. То есть детям интересно, и они абсолютно просто с головой погружаются во все эти мероприятия, и родители в том числе. Вот в этом, мне кажется, основная прелесть и успех этого праздника. Вот если немного на гаджетах останавливаться, смотрите, да, есть родители, которые своих детей ограничивают, либо вообще не дают пользоваться телефоном, но вот в той степени, в которой пользуется большинство детей. Но получается, что такие дети немного оторваны от детского коллектива, потому что в основном-то дети продвинуты, у них и игры, и персонажи, они уже себе все покупают, все пользуются. Вот не получается такого отрыва от коллектива тех детей, которые с гаджетами все-таки расстались, ну, либо которых родители сильно ограничивают в этом. Скажите, Мария. Нет, я просто считаю, что, наверное, какие-то жесткие, конечно, ограничения, ну, опять-таки, как мне кажется, как мамы, они, наверное, тоже не очень позитивны, потому что всегда хорошо... Запретный плод всегда сладок. Запретный плод всегда сладок. В идеале, конечно, когда ты, наверное, пытаешься ребенка в чем-то ограничить, очень бы хорошо это компенсировать какой-то другой загрузкой, там, спортом, предложить ребенку пойти куда-то вместе погулять или пойти в кино или еще что-то. Потому что когда у него будет жизнь заполнена чем-то другим, более интересным, да, наверное, и будет мало оставаться времени на гаджеты. Хотя я еще раз говорю, мне кажется, все равно, если ребенку это интересно, какое-то небольшое время надо оставлять. Как вы говорите, для того, чтобы, ну, так скажем, не потерять связь с реальностью и со свертниками. Ну и, безусловно, какое-то разумное время тоже на это тратить надо, потому что, наверное, ничего плохого в этом нет. Просто во всем, конечно, должна быть, ну, какая-то мера, да, и золотая середина. Вот, Виталий, признаетесь, вы многодетный отец, мы уже, да, сказали, это не секрет своих детей. Как ограничиваете в пользовании гаджетами? Не, ну, я, Марьяна, здесь тоже поддержу. В том плане, с чего бы хотел начать. В том плане, что гаджеты, они очень нужны, и ничего плохого, что дети ими пользуются, нету, совершенно нету. Просто мы хотели бы показать альтернативу, что есть и это интересно, есть и это интересно. Наши дети, мы всеми считаем, что были лучше. Пусть они растут более многогранными, они знают, пусть, как Барьян сказал, спорт, например, это физическая активность, они пусть знают, не знаю, выход всей семьей там прогулять или в кино, вот, играть в гаджеты пусть тоже знают. Но и альтернатива семейного отдыха, это свежем воздухе, это, ну, аналогично, конечно, прогулки, но гораздо больше несет положительных эмоций на всю жизнь. Потому что все мы можем попытаться вспомнить 30 ярких моментов из нашего детства, и многие из этих моментов могут быть из того, так скажем, мероприятия, где мы вместе со собственными родителями что-то делали. Вот очень много сейчас, как бы, детей растет без вот этих ярких событий, в которых они могут вспомнить своих родителей. Ну, сейчас современная жизнь такая, да, и кредиты, и бытовая нагрузка, и, ну, многое другое, это объективно, что мы все заняты, это объективно, но здорово, если кто-то будет постоянно говорить о том, что, несмотря на то, что мы заняты, наши дети, это важно, участие в их жизни бесценно. Вот мы с вами об этом еще обязательно поговорим. Марьяна, насколько я знаю, вы как минимум были на последних играх нашего двора в городке 17 и остались под большим впечатлением. Вот что вас так впечатлило? Ну, вы знаете, да, была не только... А я даже лучше вас перебью. Дайте Марьяну похвалить немножечко. Не только она последних была, она одна из самых активных родительниц Одинцовского городского округа, который инициирует мероприятие по многим городам. Звенигород, Кубинка, Голицыно, городок 17, Трехгорка. И это, думаю, далеко не последние города, потому что вот Марьяна, она... А мы еще с вами гусарскую балладу сейчас обсудим. Гусарскую, Лохино тут было. Вы все карты не раскрываете сразу. И в Несоку заявки я же посылал. Есть заявки от родителей, поэтому я, конечно, вот, Виталий, все это транслирую. Спасибо большое, да. Ну, что я еще хочу сказать? Виталий немножко не сказал, наверное, еще одну важную деталь, что мы-то все говорим, что это праздник для детей. А на самом деле он не только для детей. Он для родителей. И зачастую родители тоже, знаете, такие трудно сподвигаемые на какую-то активность. Мы устаем, нам легче иногда тоже отдохнуть на диване, да, посидеть с книжкой или просто посмотреть телевизор. И вот та возможность, которая представляется, чтобы вместе с детьми почувствовать себя маленькими, вспомнить, как это было, когда ты, там, не знаю, десятилетняя девочка или мальчиком действительно вот играл, да, в какие-то игры. Потому что то, что предлагается в этом проекте, это абсолютно ничего нового. Мы не играем в Бэтменов, мы не играем, там, я не знаю, в какого-то Человека-паука. Мы вспоминаем то, как было у нас. И в этом вся прелесть, что дети абсолютно стопроцентно вовлекаются и поддерживают эти игры. То есть это абсолютно вот, ну, какие-то вот наши, там, я не знаю, там, русские забавы, да, и перетягивание каната, и вышибалы, и там, и царь гора, и всё-всё-всё. То есть это абсолютно принимается на ура. И в этом есть вот действительно такой очень важный аспект. И плюс, конечно, родители в этом во всём принимают участие абсолютно, вот знаете, как говорится, вот с такой вот тоже детской непосредственности. И крайний раз, как вы правильно заметили, Жень, был праздник в городке 17, такого количества народа я давно не видела. Я просто часто приезжаю в городок, очень тесно общаюсь с жителями, вот, действительно пришло много народу. Я давно так не смеялась, давно так не кричала, думала, что у меня просто сядет голос на следующий день. То, что было весело, ужасно, вот, и так были активны папы, такие замечательные они. Потому что у нас там были гонки на тюбингах, они тоже вот с детьми бегали. Вот когда ещё вот так вот всей семьёй можно поучаствовать в таких мероприятиях? Вот просто, просто шикарно. Спасибо огромное. Ну, Виталий, вас можно смело назвать главным организатором, да, вы этот проект придумали. А вот зачем вам это нужно? Ведь можно же ограничиться своей семьёй, да, выйти на выходных, со своими детьми покататься с горки, поиграть во что-то. Ну, вы решили этот опыт распространить, да, и на свой город, и вышли за его границы. Ну, я очень вкратце об этом скажу, потому что я не люблю опытом говорить. Я, как бы, был достаточно всю жизнь активным человеком. И в определенный момент, я думаю, что где-то лет так 8-9 назад, моя жизнь несколько успокоилась. Событий жизненных стало гораздо меньше, я уже немножко успокоился. У меня стало трое детей, мне стало более-менее всё хорошо. Вот, но вот эта энергия, которую я тратил раньше на работоспособность, так скажем, внутри моих рабочих процессов, надо было куда-то деть. И вот родилась идея, что необходимо этот, как бы, мои усилия потратить на то, чтобы, ну, сделать наших детей хоть чуточку, но счастливее, хоть чуточку. Ну, и родители всё-таки тоже. Ну, родители, да, родители. Вот, если немножечко мы отойдём от вот этого вашего заданного вопроса, Марьяна знает, у нас мы не идём ни в какой город, пока не создастся инициативная группа родителей, которые, первое, определит двор, где это будет мероприятие проходить, второе, они повестят всех детей, родителей через все детские сады, школы, через группу Ватсапа. И третье, они должны определить, кто отвечает за чайное мероприятие, кто отвечает за непосредственно какую-нибудь зону, там, перетягивание каната, или снежный бой, или там гонки на тюбингах, или там прыжки в мешках. И, соответственно, в принципе, если вот забыть то, что я существую, то это всё делают сами родители тех городов или дворов, которые инициировали эти мероприятия. Вот это, на самом деле, очень интересный момент. Я предлагаю его развить вот сразу после того, как мы с вами посмотрим сюжет, потому что игры нашего двора совсем недавно прошли в Голицыно. Говорят, там было так же весело, как и везде. Давайте убедимся в этом, посмотрим сюжет. Мы победим девочки! Девочки, вперёд! Мальчишки против девчонок в перетягивании каната, да ещё вместе с родителями. Русские зимние забавы точно не дадут замёрзнуть, а главное – заскучать. Взрослые и дети дружно соревнуются в ловкости и силе на традиционном празднике «Игры нашего двора». Его провели в Голицыно уже в третий раз. Идея нашего проекта заключается в том, что родители сами – организаторы этого мероприятия. Они инициируют мероприятия, они оповещают родителей, ищут детей, которые будут участвовать и на самом мероприятии, управляют самим праздником. Собраться вместе с детьми, друзьями, соседями, повеселиться на славу, отведать горячего чая со сладостями прямо на улице – в наше время настоящая роскошь, считают организаторы. Но именно такой досуг объединяет и запоминается надолго. В нашем мероприятии мы используем все наши старые добрые игры с детства. Перетягиваем канат, бросаем мяч в кольцо, какие-то силовые диноборства, снежный бой. И дети, они вспоминают, что это здорово, что интересные игры есть не только на компьютере. Проект «Игры нашего двора» проходит в 15 городах Московской области. С каждым разом он собирает все больше людей. И это неудивительно. Активный отдых с самыми близкими – это настоящий праздник. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о проекте «Игры нашего двора», ну и, наверное, в общем, об отношениях родителей и детей. Виталий, вы всегда подчеркиваете, что организаторами являются сами родители. Мы на этом с вами остановились до сюжета. Почему это так важно? Ведь я уверена, если вы, например, придете в какой-то двор, объявите заранее, что будет такое мероприятие, многие присоединятся. Почему важно именно родителей задействовать в организации? У нас есть глобальный план. Как минимум, мы хотим внедрить наш проект на территорию Московской области. Те 15 городов, которые сейчас проходят мероприятия, я могу курировать лично. Но если это будет 50 городов или 100 городов под Москвой, то это уже будет невозможно. Соответственно, мы должны опираться на обучение тех людей, которые способны будут управлять процессами в своих городах, так же, как и я. На данный момент мы прорабатываем. Спасибо большое заместитель председателя Московской областной думы Олега Александровича Рожнова. Спасибо Екатерине Шевелидзе. Это министр главного правительства социальных коммуникаций. Мы хотели бы в премию губернатора ставить отдельное направление поддержки традиционных семейных ценностей по направлению проекта «Игры нашего двора». Это необходимо для того, чтобы мы могли поощрять инициативных родителей на местах. Эти деньги должны быть минимальными. Их должно хватить на минимальный инвентарь. То есть канаты, какие-то мечи, какие-то кольца, какие-то тюбинги, чтобы все это можно было запускать. И родители должны брать на себя обязательства проведения трех-четырех мероприятий по нашему проекту именно через инициативу родителей, также через всю работу именно родительскую, без участия основного организатора, то есть меня. И если мы сможем эти гранты, небольшие гранты, выделять, допустим, в 50 городов под обязательства инициативных родителей, то это будет очень масштабно. Мы берем пример с проекта «Бессмертный полк». Когда-то он был открыт в Томске молодыми студентами, которые хотели как-то память поддержать. Они сначала сами ходили, потом как-то Томск потихонечку включился, а потом федеральная власть уже... Сейчас мы не представляем 9 мая. Да, потом федеральная власть поддержала, причем это не сильно было финансово затратно для государства, так же, как и наш проект, он стоит небольших денег. Главное – это именно вовлечение родителей, чтобы они готовы были поддерживать на местах, и у них был обязательно инвентарь, у них были обязательно какие-то небольшие средства на мотивацию детей, потому что в нашем проекте за участие в каждом конкурсе дети получают какое-то поощрение. Обязательно, например, это конфеты, печенье или чай. Ну, это в зимнее время, в летнее время другое поощрение. Это делается для того, чтобы ребенок был замотивирован поучаствовать и здесь, и здесь, чтобы он не успел как бы утомиться. Потому что наши дети все-таки необычные, они живут в новой сфере IT-технологий, которые немножечко их меняют, немножечко не в худшую сторону, а в другую. И, соответственно, мы хотим показать, что можно и так, пусть и можно и так, это уже повторяется, конечно, но мы мечтаем, что это будет глобальный проект, который может даже быть внедрён не только на территорию Московской области, но и на территории всей нашей страны. Марьяна, вот как вы считаете, достаточно ли активно наши Одинцовские родители для того, чтобы проект по всему округу был распространён? Ой, ну, вы знаете, вот абсолютно точно я считаю, что наши родители вообще самые лучшие, самые активные, самые замечательные. Наверное, не могу просто и другого сказать. Вот, и, безусловно, я считаю, что их активности хватит не на один проект. Поэтому абсолютно точно верю, что этот проект будет у нас, так скажем, уже в таких, наверное, действительно каких-то официальных правах. И в скором времени, может, в каждом дворе появится такая инициативная группа родителей, которые будут помогать Виталию, так скажем, на местах реализовывать этот проект. И уже, так скажем, может просто получать какую-то консультационную помощь, советоваться и всё. Нет, обязательно, как раз благодаря гаджетам, я хотел бы как раз контролировать все инициативные группы Московской области. И, ну, благодаря этой технологии, конечно, это будет возможно. Я не оставлю ни один из городов, то есть так же и буду курировать, так же и буду обучать. Потому что у нас есть, она как бы не то, чтобы программа обучения, но определённый принцип, который родители должны выполнять. Они к тому моменту, когда они понимают, что если они это не сделают, мероприятие не произойдёт, они понимают, что они должны это сделать. И благодаря им это всё получается. Ну, для того, чтобы провести игры нашего двора в конкретном дворе, должна быть, вот как Марьяна сказала, инициативная группа. Но мы сейчас живём в такое время, когда, к сожалению, не знаем соседей даже по лестничной клетке. Вот насколько сложно по вашему опыту, вот организатору, ну, скажем так, в вашем конкретном дворе собрать людей, организоваться и провести? Давайте вот городок 17 разберём, но только свежий в памяти. Ну, не знаю, мне кажется, это не так сложно. Может быть, знаете, чем... Может быть, в больших городах это сложнее, чем в каких-то маленьких территориях. Но, опять-таки, если мы берём большой город, всё равно это какой-то двор. И если ты знаешь одного инициативного человека, поверьте мне, он может вокруг себя собрать какую-то команду. А на самом деле родители, которые с детьми, они, в общем, все друг друга знают. Потому что обычно это одна школа или один садик. То есть, когда ты начинаешь общаться, ты понимаешь, что там много общих точек соприкосновения. И всё не так сложно. Просто надо, наверное, на первом этапе людей соорганизовать, а потом они уже, на самом деле, всё сами уже отлично делают и дальше помогают довести уже до, так скажем, логического воплощения этого мероприятия. Я думаю, что здесь всё очень просто. Виталий, а какие-то, может быть, классические ошибки, которые допускают родители, пытаясь организовать во дворе игры нашего двора? Вот такие какие-то организационные моменты, чтобы телезрители... Внутри нашего проекта или самостоятельная деятельность? Нет, самостоятельно. Да, вот захотели, начали. Моё личное мнение, что нельзя считать какие-то ошибки родителей, когда они играют со своими детьми. Играют так, значит, правильно так. Играют по-другому, значит, правильно по-другому. Но у нас ни одного города... Я очень строго слежу, наверное, знает, я в этом плане очень строг. Мы должны чётко выполнять те требования, которые разработаны мной в проекте, что родители должны неукостительно их выполнять. Это что за требования? Расскажите. Ну, сейчас чуть попу уже, я сейчас начну. Хорошо, ждём. И, соответственно, ни в одном из городов Одинцовского округа у нас не было ни одной ошибки от родителей. Ни одной. И наши мероприятия – это самое меньшее, когда посещают 150 участников. Это самое меньшее. А так бывает и 200, и 300. И самый большой наш рекорд – это было в Краснознаминске 1 июня 2019 года. Это 1700 участников. И даже там родители тоже не совершили ошибки. Этим родителям уже, наверное, ничего не страшно. Нет, действительно. Можно организовать всё что угодно. Нет, действительно. И очень важный момент, что это всё без аниматоров, и что родители всё прекрасно понимают. Мы все очень интеллектуально развитые, мы все инициативные. Ну, просто нам надо сделать в эту сторону шажочки, и всё будет получаться. Или пиночек. Нет, шажочек. В чём может быть ошибка? Мне кажется, если мы так называем таким словом ошибка, это просто когда ты видишь, что не цепляет. Вот ребёнку неинтересно. Ты предлагаешь какую-то активность, а дети как-то стоят. Но с другой стороны, понимаете, каждая территория индивидуальна. Дети разные. И мне кажется, здесь тоже надо быть гибким, что если ты видишь, что что-то не цепляет, какой-то конкурс. Сразу откуда, да. Всё, давайте там, канат не нравится, пойдёмте вышибалы. Вышибалы не нравится, там ещё что-то. То есть, грубо говоря, на чём-то не зацикливать, чтобы не уходило внимание и заинтересованность ребёнка. Вот тут вот просто надо такое, знаете, держать руку на пульсе и проявлять какую-то действительно такую креативность. Но тут, наверное, ещё зависит от настроения, мне кажется, самих родителей. Ведь дети очень быстро считывают эмоциональное состояние мамы и папы. Но мы сейчас, как модно говорить, зачастую находимся не в ресурсе. И вроде бы и хочется выйти с ребёнком во двор, вышибалы, там, скакалки, классики. Но вот чего-то не хватает. Вы люди очень энергичные и в ресурсе, кажется. Вот как к этому состоянию прийти? В чём секрет? Ваш личный? Нет, наш-то что-то личное. Мне кажется, вариант просто очень активный. Я очень активный. На нас не надо равняться другим родителям. Но я считаю... Да, да. Вот почему бы и нет, мне тоже кажется. Почему бы и нет? Я считаю, что им надо просто сделать первый шаг. Вот преодолеть, знаете, чувство некоторого стыда. Вот они действительно в душе отцов, например, часто бывает такое. Ну, я такой крутой, я там на работе, там, у меня там в отчине 30 человек, и я там всеми команды раздаю. А тут вдруг я там с ребёнком на четыреньках-то поползаю, например. Ну, у нас... Почему я сейчас сказал? Мне сейчас в памяти вспомнилось. У нас были игры 15 января в Краснознаменске последние. Именно Краснознаменске последние игры были 15 января. И там отцы сами предложили остановиться на четвереньке и сажать всех детей по очереди. И как бы на четвереньках они их дистанцию какую-то пробегали. Такого я вообще не видел за все 6,5 лет. Но вот, видите, когда родители всё больше и больше знают о проекте, они чувствуют вот это вот смущение. Перед игрой собственного ребёнка они его убирают. И мне кажется, это эмоции даже родителей довольно счастливые. А где ещё так расслабишься? Ну, понятно, что на работе надо как-то держать марку. А тут перед собственным ребёнком, конечно, можно расслабиться и насладиться этим неформальным общением, как говорится, без галстуков. Ну, у нас действительно, наверное, ни разу не было непозитивных мероприятий. Ни разу. То есть 150 человек – это самое минимум, сколько приходит людей. Действительно, всегда много, и всегда это очень активно. И, кстати, я хотел сейчас сказать, вспомнил. У нас второй мероприятий, который проходил, оно проходило в два дверя малюсенького домика. Там общежитие «Строитель 3-2» в Краснознаменске. И вот там вот это самое сложное было, чуть мне сердце не взорвалось. Это 34 человека всего пришло. И мы так смотрим, как будто это… Ну, вот сейчас нам надо быть аниматорами, они на нас так все смотрят, что же мы будем делать. Но благо, что мы не отошли от нашей концепции, что родители должны взять инвентарь, начать играть со своими детьми, и больше такого не было, чтобы столько мало детей было. Вот, кстати говоря, Виталий, вы всегда говорили, что одна из целей – вовлечь именно пап в игры со своими детьми. Вот уже 7 лет проекта будет летом. Насколько успешно с этой задачей справились, как считаете? Ну, конечно же, мама – самый активный участник в жизни собственных детей. Это безусловно так, но в этом есть и небольшая проблема. Мама вкладывает 90% важных, так скажем, понятий и характера ребёнка. Но необходим вот это мужское стержень, особенно для мальчиков, чтобы отец тоже всегда участвовал. Поэтому мы в первую очередь, конечно, подталкиваем к участию отцов. И, в принципе, это получается. И они, конечно, если играют, то это даже не сравнится с участием мамы в нашем проекте. Поэтому 30% отцов, 70% мам организовывают проекты «Игры наши дворы». Но я думаю, что в начале было 5 на 95, я думаю. Но в Краснодарске уже отцов очень много. В Краснодарске это минимум 50 на 50. То есть это всё приходит со временем. То есть это надо всё привыкнуть людям. Но жизнь такая тяжёлая сейчас. Хоть что-то у нас будет ещё позитивное. Вот, Марьяна, как вы думаете, почему всё-таки мамы настолько активнее пап? Ну, смотрите. Если мы как-то с вами берём всё-таки какое-то классическое обустройство семьи, всё равно женщина хранит не сачка. Женщина устраивает быт. Да, женщина всё равно как бы заботится о том, чтобы семья была накормлена, чтобы в доме, в квартире было уютно. Поэтому здесь, скажем так, очень сложно сравнивать чью-то активность. Понимаете, может быть, папа тоже очень активен, просто его активность не столь видна и ярко окрашена, как мамина. Да, ну, иногда, конечно, наверное, если мы, опять-таки, сравниваем классический вариант, может быть, женщины более часто являются домохозяйками и не работают, нежели мужчины. Опять-таки, да, такая история. Но я ещё раз говорю, здесь, да, наверное, когда мы берём инициативную группу родителей, которые занимаются подготовкой, зачастую, конечно, по большей степени в неё входят мамы. И, может быть, это даже как бы нормально. Это семейные традиционные ценности. Да, они вот занимаются, так скажем, подготовкой. Но потом, когда уже папы заходят и начинают, да, вот совместно с детьми там играть и что-то делать, это совершенно замечательно. Я вот ещё раз говорю, я никак не могу забыть, когда вот папы там действительно на вот этих тюбингах катают детей и с ними на перегонки. Какое счастье в глазах детей, что вот, мой папа со мной здесь играет. Да, это очень действительно, это очень здорово, поэтому я считаю, что абсолютно все на равных. И папам, и мамам, конечно, огромная благодарность за такое участие активное. Ну, вы уже сказали, да, о том, что, глядя на своих детей, мы вспоминаем себя в детстве, в те игры, в которые мы играли. Вот если возвращаться к дворовым играм, мы не только. Ну, дайте с Мурианом начнем. Муриан, вот ваш любимый игродец, то во что играли, во что любили? Резиночка. Я помню, что... Вот я сейчас даже не вспомню, как прыгать, честно. Прыгали очень много. Я прям могу сейчас всё перечислить. Там были у нас английские, французские, узенькие, широкенькие. Нет, это было просто... И уровни, уровни ещё. Уровни, уровни, да. Я помню, что я там достигла каких-то небывалых уровней. Это была любимая игра. Что ещё были? Классики. Вот. И часики. Ну, если тут вот кто-то из моих, так скажем, да, ровесников смотрит нашу передачу, сейчас мне кажется, что они должны вспомнить, что я имею в виду. Вот я про часики даже не слышала, Виталий. Вы про часики слышали? Или вы в другие игры играли? Да, я играл в другие игры. Не в резиночке. Нет, ну это девочки же играли. Да? Нет, я больше игра в футбол, конечно, всю жизнь. У нас, я сын офицера, мы всё время ездили по военных городкам, и у нас там детских площадок-то не было. У нас, дай бог, что был мяч. Мы, я помню, баскетбольным мячом играли. То есть, всё-таки мячи уже были, то есть, это всё-таки нити совсем без мячей времена. Но вот это единственное, что мы могли поставить ворота и ногами пинать мяч. Нет, а для того, что я говорю, тоже детская площадка не нужна. Нужна была резиночка обычная, которая продавалась. Это метровая, да, бельевая. Или мел и асфальт. Но резиночки же прыгали девочки, классики девочки прыгали. Ну, да. Так я девочка. Я помню, мы ножички играли, ножички играли, помните? А мы секретики делали. Мы секретики, да. Это подстёклышко? Да-да-да. Конечно, что бабушки особенности приезжают. Не, ну в казаке разбойники играли. У нас, как правило, какие-то всё вот на физическую активность игры были. Слушайте, а как вы думаете, вот почему наши дети в это уже не играют? Потому что мы им не рассказали, потому что вот как-то прервалось это. Мы их заняли. Мы их заняли гаджетом. Сто процентов. Мы всем всё это придумали, потому что нам нечем было заняться. Нас если мама домой загонит, что там дома делать? Соответственно, мы куда-нибудь лишь бы только убежать. Ну да, выходишь во двор, там, да, друзья. Друзья, вот, соответственно, играешь в то, что интересно. Вот, кстати, говоря отсюда вопрос возникает, да? Однажды учительница, сын спросила, вот как он вообще общается-то со своими одноклассниками, как отношения? Говорит, так где им общаться? У них времени, чтобы общаться? Нет, перемена 10 минут. А после уроков у них начинаются кружки, секции и так далее и тому подобное. Вот насколько актуально? Вы знаете, абсолютно актуально, действительно так. И, к сожалению, чем старше ребёнок становится, тем действительно у него, вот так, если уж можно сказать, сложнее жизнь вот в этом плане. Знаете, такой вот день сурка, да, и приходишь из школы, там, не знаю, полчаса отдыхаешь, потом уроки, потом какие-то секции, ещё что-то, или репетиторы, завтра вот то же самое. И вот так вот день ото дня. Поэтому, к сожалению, вот здесь тоже те требования, которые наша современная жизнь предъявляет и нам, и нашим детям, тоже подразумевает, скажем, достаточно такое глубокое вовлечение в образовательный процесс. Потому что, ну, поверхностное отношение, к сожалению, не даст тех результатов, на которые, как бы, многие надеются, да, потому что чем старше, опять-таки, ребёнок становится, там, ОГЭ, ЕГЭ, поступление в институт, которые непосредственным образом завязаны на результатах экзаменов. И тут уж хочешь, не хочешь, конечно, надо вот работать только на это. Это, безусловно, та реаль, которую мы имеем, но вот, к сожалению, у детей совсем не остается времени на то, чтобы заниматься, да, какой-то вот другой деятельностью. Опять-таки, ещё хочу сказать из того, вот как сейчас дети общаются. Дети общаются в компьютере, они общаются по сети, они общаются между собой, но зачастую это по сети. Это для меня абсолютно непонятные, конечно, реалии. Я могу сказать, что я... Они могут находиться рядом и перетисоваться. Я могу сказать, что я-то и тяжело, скажем так, переношу, знаете, когда сейчас всякие совещания, встречи проходят в Зуме. Да, я понимаю, что это, с одной стороны, хорошая возможность, так, грубо говоря, не отходя от компьютера, на дорогу и всё. Но не хватает, не хватает вот общения живого, не хватает того, чтобы вот так вот взять, посмотреть в глаза. Очень, скажем, да, это тяжело, и не хотелось бы, чтобы всё-таки мы взяли это за постоянную основу, и это перекрыло живое общение между людьми. Хорошо, что у нас есть игры нашего двора. Мы сегодня много говорили о проекте, который прошёл впервые в городке Семнадцать. Предлагаю, наконец, посмотреть, как же это было. Тянет, тянет, тянет! Тянет, девочки, вперёд, ну! Телефоны забыты дома. Сегодня детворей из городка Семнадцать не до гаджетов. Родители приготовили для них сюрприз. Организовали праздник прямо на детской площадке. В городке Семнадцать прошли игры нашего двора. Наш проект, он проходит по заявкам родителей. Они находят инициативную группу, находят двор, в котором будут проводить, придумывают игры, в которые они хотели бы играть со своими детьми. И на самом мероприятии они отвечают за какие-то зоны. Например, витягинка нато, или гонки на тюбингах, или прыжки в мешках. Ну, и любые другие игры, которые нравятся именно их детям. Проект многодетного отца Виталия Кузьмина «Игры нашего двора» знаком жителям многих городов Московской области. В городке Семнадцать проходит впервые. Но, скорее всего, станет доброй традицией. Ведь так весело на местной детской площадке не было давно. Хороший, красивый праздник. Весело, украшено все. Нарубы много. Этот праздник для детей родители организовали сами. Такова философия проекта «Игры нашего двора». Его главная цель – напомнить взрослым и детям, как можно провести время активно, с пользой, а главное – вместе. Мы, естественно, этот проект будем продвигать, всем рассказывать, как замечательно это все и весело проходит затор. Но самое главное, что это нравится как родителям, так и детям. География проекта не ограничена. Такой праздник может пройти в любом дворе. Впрочем, это уже зависит от самих родителей. Ведь именно они являются главными организаторами «Игры нашего двора». В прямом эфире ОТВ. Программа «Главная тема». И сегодня мы говорим о проекте «Игры нашего двора». 8495-508-86-84. Телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы гостям студии. Итак, вот предлагаю немножечко подытожить. «Игры нашего двора» могут пройти в любом дворе Одинцовского округа. Вот что для этого нужно сделать? Необходимо каким-то образом доставить до меня заявку о том, что в каком-то населенном пункте или в каком-то дворе, например, Одинцово, родители хотят провести это мероприятие для своих детей. Например, через Марианну можно. Можно через соцсети главы. Андрей Роберт точно нас поддерживает. Спасибо вам большое, потому что вот сейчас в Калицыно, ну не в Калицыно, а в Калицыно, в Калицыно, в Калицыно, в Калицыно, сейчас в этом году очень снежная зима. Нам, конечно, необходима поддержка местных властей, чтобы площадку почистили, чтобы хотя бы вот само мероприятие проходило в более-менее достойных условиях. И, соответственно, я хотел бы сказать, во-первых, благодарность всем, кто помогает делать не только родителям, но и коммунальным службам, потому что действительно зима вышла снежная. Ну, можно прислать заявку через любой доступный способ, чтобы я мог о ней узнать. Во-первых, мой телефон на всех афишах есть, если вы можете найти старые афиши. Ну и, как я уже говорил, через любое. Высокопоставленное лицо, либо населенного пункта, либо городского округа. Поэтому меня найти нетрудно на любом уровне. Ну, а теперь вопрос, Виталий, который мы с вами отложили, про требования. Какие требования нужно соблюсти? Родители должны все сделать сами. Это самое главное требование. Родители должны сделать все сами. Вот в какой раз мы уже про городок 17 начинаем. Вот с чего началось. Мария, она прислала заявку мне. Говорит, Виталий, вот в городок 17 есть такой населенный пункт, в нем было бы здорово сделать мероприятие. Я говорю, хорошо, Мария, создаем группу в WhatsApp, в которую входят инициативные родители, которые не просто попали, а которые будут готовы делать те задания, которые необходимы для подготовки мероприятия. Если не ошибаюсь, у нас было 21 человек инициативных родителей. Немало. Ну, и немного. Я могу сказать, вот когда мы в апреле проводили, было 150 инициативных родителей. То есть это все зависит от Краснодара, тысячи. Городок 17 впервые. Сейчас все увидели, наверняка станет больше. Согласен. Нет, но это безусловно. У нас всегда, конечно, идет рост. У нас не бывает это арможение или какого-то проскальзывания. После этого родители должны понимать, что они должны определиться со двором, они должны скоммуницироваться с теми людьми, которые почистят площадку. Они должны дать все нам входные условия для создания афиши, которая должна быть так же красивой, она должна привлекать внимание. И после этого афиши они должны, во-первых, где-то распечатать, разместить на подъездах домов, в детских садах, в школах, разослать по всем чатам ватсаповским родительских групп тех же школ, тех же детских садов, подключить всех своих знакомых, родителей с детьми, которые готовы будут принимать участие в этом мероприятии. И к самому мероприятию подготовка необходима. Что, допустим, мы привозим заранее тормоза. Кто-то должен заварить чай, потом этот чай привезти, потом этот чай разливать. Уже должны быть люди, за которые просто не надо думать, они все это сделают. Кто-то должен раздавать конфеты, соответственно, кто-то на мероприятии должен взять секции. Ну и все. Это основные требования. В современных условиях это называется райдер. Ну, райдер. А теперь будем... Не, ну райдер – это из коммертики все-таки какой-то области. Здесь все-таки это требование. Ну, требование, да, что радость. Райдер – это человек хочет приехать, и ему должны создать условия, чтобы он себя чувствовал комфортно. А у нас требование для того, чтобы родители, пришедшие на мероприятие, понимали, что это сделано их руками, и это получилось здорово. Это особенно ценно, когда сделано своими руками. А когда игры нашего двора пройдут? Следующие, ближайшие, где? Каждый день будем проводить. Каждый день. Но только после заявок родителей. Каждый день? Да. То есть завтра тоже? Виталий – человек амбициозный. Нет, безусловно, лучше всего, конечно, когда это выходные. Это наиболее востребовано, востребовано, потому что выходные точно почти все не работают. У нас есть несколько заявок с разных городов и дворов Одинцовского городского округа, но, опять же, пока мы не выполним наши жесткие требования по поводу создания мероприятия и определения двора, проведения мероприятия, будут откладываться. Но они копятся, эти дворы, и мы в любом случае постараемся провести во всех заявках, которые родители захотят. Мы видели ватрушки, видели снежки, перетягиваем не канат. Вот, скажем так, это обязательные пункты, которые должны быть в играх нашего двора? Или, например, вот мы с Марианой любили резиночки, хотим девочек привлечь. Можем включить и это в программу? Правильно вы говорите. У нас, во-первых, резиночки всегда летом проходят. Это обязательная программа. Но у нас есть какой-то общий инвентарь, который мы, конечно же, в первую очередь понимаем, что он вовлечет детей в активные игры. Но если родители в процессе подготовки мероприятия хотят сделать что-то конкретное, мы это обязательно делаем. Это самое ценное. Это 100% пользуется будет успехом и у родителей, и у детей в том или ином дворе. Спасибо большое, Виталий. Спасибо большое, Марианна, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Если вы захотите весело провести, опять же, свое свободное время вместе со своими детьми, вы знаете, к кому обращаться. Марианна, Виталий. Вот сегодня были в нашей студии. Их можно легко найти в социальных сетях и оставить свою заявку. А мы прощаемся с вами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok